С вами Сергей Кошелев, системопродаж.ру. И сегодня у нас очень важная тема – это как писать продающие объявления о найме с тем, чтобы на него откликнулись наибольшее количество соискателей, и вы провели для себя очень важную такую операцию, как найм-персонала. Хочу вам сказать сразу, что данная система подразумевает одномоментное проведение системы найма. То есть это не тот процесс однократных единоличных собеседований, к которым мы все привыкли, а это настоящий процесс блочного проведения системы найма, когда мы за один раз имеем возможность получить себе нужное количество нужных соискателей. Как мы с вами помним, наша задача выбрать наименее неподходящих. Поэтому я вам сегодня расскажу о том, как должно строиться продающее объявление о найме и каким образом дальше выстраивать процесс найма, чтобы вы получили нужный результат. Итак, продающее объявление о найме. Продающее объявление о найме. Значит, из чего оно должно состоять? Первое, что мы должны понимать, самое главное в нем – это заголовок. Когда человек ищет место, куда он может трудоустроиться, попадает он на любой сайт, который дает объявление о работе и видит огромные, огромные сотни объявлений о найме. Как вы думаете, куда он должен нажать с тем, чтобы он попал именно в вашу компанию, на ваше объявление? Что должно быть такое в объявлении, чтобы он выбрал именно в вашу строку? Самое главное, что должно быть, она должна отличаться от всех. Каким угодно способом. Но она должна содержать квинтэссенцию вашего объявления, квинтэссенцию вашего предложения, самое вкусное и самое главное. И все это должно короткой строкой вынесено быть в заголовок объявления. Совсем недавно мы проводили найм в одной компании, мне очень понравилось, мы скреативили такое название, называется оно «Нам хорошо и без вас». Вы себе не поверите, у нас было больше двухсот откликов «Нам хорошо и без вас». И люди не понимают, какая глупость. Следовательно, но подсознательно мысль развивалась, мы когда проводили опрос, подсознательно мысль развивалась так, а что же там хорошего? Раз они дали объявление найм, но написали нам «Хорошо и без вас», какая-то логика в этом есть. Так вот, когда мы проводили опрос, люди сказали, нас просто привлекло объявление, заголовок. Вот мы кликнули просто потому, что заголовок. А вот дальше в этом заголовке идет очень важный момент. Вы должны описать проблемы вашей целевой аудитории. Что это за проблемы могут? Людям нерегулярно выплачивать зарплату. Значит, их не устраивает сама работа, просто неинтересно. Их не устраивает взаимоотношения в коллективе. Отсутствует карьерный рост. Нарушились взаимоотношения с начальством. Их там не признают, не продвигают по карьерной лестнице или еще что-то. Масса разных причин, даже существуют причины далеко от дома. Неважно. Главное, чтобы вы попали в проблемы вашей целевой аудитории. А для того, чтобы мы их попали, мы должны вот в этом месте, в портрете точно описать, кого мы будем искать. Каждой целевой аудитории присущи свои проблемы. Целевая аудитория до 30 лет ищет развитие, ищет креатив, ищет высокие доходы, ищет карьерный рост. Целевая аудитория после 40 ищет спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, надежность. И вот когда мы работаем вот такими триггерами, вот такими крючочками, которыми мы цепляем, мы должны понимать, кого именно мы зовем к себе, и, следовательно, на этом ментальном уровне мы должны своей целевой аудитории сообщить об этом. Сообщить мы можем только словами, описывая проблему. Если вы недовольны своей, если вас не устраивает то-то, то-то, если вам не подходит то-то, то-то и так далее. Дальше мы третье, что должно быть, мы показываем, как мы решаем эту проблему. Приходите к нам. То есть решение этой проблемы, решение, показываем проблемы, не устраивает, значит, что вы далеко от дома, пожалуйста, можете найти работу в двух шагах. Не устраивает, что вас, вам задержат зарплату, в нашей компании за последние полтора года ни разу не было задержки выплаты заработной платы и так далее, и так далее. То есть вы показываете, закрываете каждую проблему, которую вы написали здесь, показываете ее решение. Дальше вы пишете, а кто, собственно говоря, вы, что вы за компания, сколько лет вы на рынке, какие у вас достижения, чьи вы дилеры, чьи вы дистрибьюторы, сколько у вас клиентов, какой у вас складские запасы, или сколько там наименований товара на складе, или же какой оборот у вас есть, или сколько у вас клиентов в год прирастает, и так далее, и так далее. Вы пишете ваши достижения, представители каких брендов, крупных или некрупных, или какими темпами вы развиваетесь. Вы показываете товар лицу, себя продаетесь, товар лицу. После того, как вы написали о компании, вы обязательно пишете, а кого вы ищете, кто вам нужен. Мы ищем тех, кто и вперед, кто вам нужен. Кто вам нужен с теми проблемами, которые люди к вам пришли. Самое главное, что вы должны понимать, что люди, имеющие вот такие проблемы, ищут конкретные моменты. И тогда вы описываете решение этих моментов именно в этой строке. Кого вы ищете? Мы ищем тех, кто не подводит своих коллег, кто пунктуален, кто обязателен, кто хочет расти. И тогда у нас в компании, с которой я работал как консультант, я уже закончил с ней работу, в качестве описания, кого мы ищем, руководитель компании написал. Мы ищем тех, кто готов по концу года выехать за рубеж на обучение. Вот можете себе представить, они действительно посылают за рубеж на обучение, ну лучших. Для этого устраивают конкурс, для этого устраивают отбор. Там едет только двое, по-моему, лучших из всей компании. Но тем не менее, для людей это косвенный показатель, кого мы ищем. То есть мы ищем тех, кто достоин быть наверху. А самое главное, что такой фразой люди показывают, что любой может туда пойти. Если мы ищем тех, кто готов поехать, это говорит о том, что каждый может туда дойти. Итак, кого ищем? Кого ищем? Дальше, что мы описываем? После того, как мы описали, кого мы ищем, мы описываем, какие у нас требования. Вот кого мы ищем и кто нам нужен? Это немножко разные вещи. Пишем требования. После того, как мы описали требования, мы описываем условия работы. Что мы даем? Что даем? Рабочее место, персональный компьютер, ноутбук, личный автомобиль или не личный автомобиль. У нас один руководитель компании, с кем я работал когда-то в прошлом году, он написал, мы им даем кресло руководителя, если вы этого будете достойны. И вот такой триггер определенный. Он сработал. Два менеджера написала, а когда можно будет получить, ну не написала, на собеседовании спросила, когда можно будет получить кресло руководителя. Ну ему объяснили, что это за определенные достижения в компании. Но тем не менее, когда в объявлении это есть, это говорит о том, что люди реагируют даже на то, на что мы и подумать не можем, что это будет так. Поэтому ваша задача, как руководители компаний, ваша задача, как собственников бизнеса, по возможности учитывать то, на что будет реагировать ваша целевая аудитория. Поэтому вот эту технологию нужно соблюдать. Самое главное, что должно быть в объявлении о найме – дедлайн. Все знают, что такое дедлайн, да? Это ограничение. Если объявление о найме вечно висит на вашем сайте и вечно висит на сайтах по набору персонала, оно не работает. Люди будут думать, туда я смогу прийти успеть всегда и пойду туда, где я могу опоздать. Сделайте так, чтобы к вам люди опоздали. И обязательно закройте найм, сколько бы вам после этого резюме не поступало, сколько бы вам после этого звонков не поступало. Обязательно закрывайте найм в то время, которое вы оговорили. Что идет дальше? После того, как вы резюме приняли, вы обязательно должны выстроить систему трех контактов. Как только резюме поступает, сразу с соискателем должен быть первый контакт. После того, как вы совершили первый контакт, за день до собеседования вы должны осуществить второй контакт и третий контакт за два часа до начала собеседования. Следовательно, вы должны понимать, что дата собеседования уже должна быть определена. Должно быть определено место проведения собеседования, должно быть определено ответственный и должна быть готова остальная документация для проведения собеседования. Из чего состоит само собеседование. Да, еще такой момент, это что отвечать на телефонные звонки. Очень многие соискатели звонят. Самое главное не давать полной информации. Очень часто задают, а что с зарплатой, а что с доходами и так далее. Очень много касается графика работы и доходности менеджера, его зарплаты. Значит, на все можно отвечать, кроме денег. Нужно рассказывать о компании, нужно рассказывать о достижениях, нужно рассказывать о возможностях, которые менеджер может достичь в компании. Но как только вопрос касается денег, ребята, приходите на собеседование, все на собеседовании узнаете. То есть не выдавайте полную информацию, сохраняйте интригу. Многие меня спрашивают, а что писать, вот когда мы пишем свои предложения для соискателей, что писать в зарплате, что писать в доходе. Вопрос очень простой. Если в вашей компании уже есть успешные менеджеры, посмотрите, сколько в среднем успешный менеджер получает. 50, 70, 100, 120 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. И эту цифру выводите и пишите доход от 50 тысяч рублей. Никто вас не заставляет эти деньги сразу выплачивать новичку, как только он переступает порог вашего офиса, если вы его примете на работу. Вы показываете тем, сколько может нормальный менеджер заработать в вашей компании. Потому что очень многие думают, как же, мы же обманываем своих соискателей, мы же им говорим недостоверную информацию, у нас же вот такой там оклад, там 10-15 тысяч, да, а потом там какие-то проценты и так далее. Люди еще не понимают ваших процентов, они не знают вашего бизнеса, они не знают, сколько у вас реально можно заработать. Поэтому ваша кровная обязанность эту возможность им показать конкретной абсолютной цифрой. Для чего? Для того, чтобы сделать ваше объявление о найме еще более привлекательным. И только после того, как вы выстроите всю вот эту структуру от начала и до конца с размещением объявления, причем я рекомендую использовать минимум 5 платных сайтов и как можно больше бесплатных сайтов для объявления, для размещения объявления. Для того, чтобы вы в максимально короткий срок, не более двух недель, собрали для себя нужное количество резюме. Остальные блоки системы найма мы рассмотрим в следующем блоке. С вами был Сергей Кошелев. До встречи на следующих видеоуроках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова